Девушки отдыхают И почему именно сейчас? Вокруг да около данной организации Лукашенко ходил давно, однако вступить созрел именно в этот момент острого кризиса. Чем же поможет ШОС режиму и в чем выгода от вступления в данную организацию? Горячий комментарий аналитика Белорусского института стратегических исследований Вадима Можейко. Белоруссия и раньше проявляла интерес к этой организации, уже имела раньше много лет статус наблюдателя. Шанхайская организация сотрудничества объединяет и Россию, и Китай, и стран азиатского региона. Все наблюдатели там есть даже и в Север-Африке. И сконстатировано вокруг, с одной стороны, такого сотрудничества в сфере безопасности. Это, конечно, не военный блок, как НАТО или АДКБ, но все-таки занимается именно вопросами безопасности в той или иной мере. И при этом есть и вопрос экономического сотрудничества. Поэтому, в целом, интерес Белоруссии к организации неудивителен. Белоруссия старается изобразить какую-то внешнеполитическую активность, и не имея возможности активно, нормально сотрудничать с зонными организациями, европейскими, ну, тогда логично, что что-то в сторону России и Китая – это вполне в духе белорусской внешней политики. Опять же, это может подаваться внутри страны как попытка как-то экономически профсифицировать белорусский экспорт, получить какие-то бенефиции. Ну, а с другой стороны, это все, в общем, выглядит здесь вполне и в интересах России, потому что все-таки ПШОС России – один из учредителей. И неспроста мы видим, что вот сейчас все заявления по поводу возможного членов Турдоруссии ПШОС, они исходят, в общем, не от официального Минска, а, по сути, все ссылаются на пересказ заявлений российского чиновника. И это довольно характерно, что Россия вот таким образом пытается максимально втягивать Беларусь в свою внешнеполитическую орбиту, и, в общем, заинтересована, чтобы Беларусь оказывалась там же, где и Россия. Посмотрим, что на самом деле случится с Беларусью ПШОС, потому что в прошлый раз, когда российский чиновник комментировал Беларусь, когда все, ссылаясь на российского чиновника, написали, что белорусские вузы выходят из оболонского процесса, оказалось, что это, мягко говоря, неправда, а очень вольная интерпретация. Поэтому посмотрим, что будет с ШОС. На самом деле, я бы тут не был в конце уверен, что правда Беларусь вступает. Само по себе сотрудничество с ШОС в теории, может быть, и ничем таким Беларусью не грозит, и если смотреть на их основные цели, такие как борьба с наркотрафиком или с каким-то другим оружием, это все, по-моему, в себе это хорошо. Другое дело, что, как мы видели, например, в миграционном кризисе Беларусь и про борьбу с нелегальной миграцией, с другими людьми тоже много лет заявляла, а на практике инициативы по безопасности от Минска, они ориентируются на политическую целесообразность, а не на какие-то серьезные принципы и не на серьезный интерес борьбы с преступностью, в том числе международной. Поэтому, возможно, такая польза от сотрудничества ШОС и будет, но, конечно, пропагандисты будут это выставлять в первую очередь как большое дипломатическое достижение, будут рассказывать про то, как хорошо Минску сотрудничать с такими серьезными странами, как Россия, Китай, всякие там Запад, Европа, мол, не очень-то и хотелось. Опять же, сложно сказать, насколько это будет соответствовать реальности, по факту просто в другие места не берут, но вот приходится идти туда, идти туда, где с Белоруссией еще готовы разговаривать. Понимаете, возможно, из всех мест, куда осталось так идти, возможно, ШОС и не худший выбор, но из того, что есть, конечно, очевидно, Белоруссии было бы больше пользы от нормального сотрудничества с БСЕ, Советом Европы, но такие организации режима Лукашенко-хот закрыт. Вот, собственно, отсюда и такая ориентация. Ну и, конечно, вступление в любой блок, который занимается вопросами безопасности, это очень было бы в духе той милитаристской риторики, которую последние годы нагнетает режим, особенно после начала войны в Украине, когда Лукашенко представляет Белорусь таким островком среди мирового огня хаоса, и отсюда фантомные пропагандистские боли об необходимости укрепления безопасности, конечно же, они могут приводить и к каким-то реальным внешнеполитическим действиям, связанным с безопасностью. Конечно, это больше отвечает, возможно, интересам пропаганды, чем реальным интересам Белоруссии. Белоруссия сейчас пытается переориентироваться не только на Россию, но и на Китай, на страны Азии, то, что в белорусском медиа называют странами дальние дюги. Так вот, Белоруссия этим занимается не от хорошей жизни. Не потому, что это какие-то особо перспективные места, где белоруссии всегда ждут, и куда Белоруссии будет легко все экспортировать, а потому, что традиционные рынки сбыта, например, для Белорусской нефтянки, закрытые, закрывается Европа, Америка. Мы видим сейчас от офиса Тихановской сообщение, что они подобно работают с домиклатурой товарных кодов для санкций, чтобы санкций не удавалось даже в деталях входить. Все это заставляет Белоруссии искать и новые рынки сбыта продукции, и новые какие-то рынки, где можно, наоборот, покупать какие-то комплектующие или оборудование. Отсюда желание активно переориентироваться на Азию и, в первую очередь, на Китай. Но со стороны Китая сложно сказать, насколько им это все интересно. Да, какой-то небольшой рынок сбыта почему нет, но все-таки до 2020 года Белоруссия себя подвигала Китаю, как такой статистический коридор, возможность через Россию и через Беларусь напрямую дальше выйти в Европу, как логистический центр, транспортный хаб. Опять же, этот технопарк «Великий камень», возможность делать какие-то производства в Беларуси. Мы видим, что сейчас, конечно, в условиях санкций все это теряет всякий смысл. Если раньше Беларусь смогла позиционировать себя Китаю как какой-то логистический хаб, то сегодня в контексте санкций это абсолютно не работает. А, конечно, сама по себе Беларусь просто как менее чем 10-миллионный рынок в масштабах Китая совершенно несерьезно. В масштабах Китая это так, может, и большой провинциальный город. Поэтому, конечно, интересы Беларуси в таком сотрудничестве сильно больше, чем интересы китайского, особенно что касается экономики. Поэтому посмотрим, насколько это сотрудничество будет символическим, а насколько действительно Минску удастся что-то получить. Пока мы видели, что в каком-то прогрессе, в дальней дуге внешней политики, заявлений всегда сильно больше, чем практических результатов. Чаще всего, наоборот, говорят только о нераскрытом потенциале и о том, что вот сейчас мы сейчас и развернемся. Конечно, возможно, как членство в Шоссе, если оно правда случится, какие-то новые импульсы для развития не придаст. Но всерьез торговля, экспорт, импорт, они подчиняются деловым интересам, а не приказам чиновников. Напомню, что задать свой вопрос эксперту может каждый зритель Маланки. Пишите о том, что интересно вам в комментариях. И не забудьте подписаться, а также нажать на колокольчик, чтобы не пропустить ответ в одном из наших выпусков.